коллеги всем здрасте сегодня будем переносить данные вернее даже не столько переносить а готовить скрипты для переноса потому что в процессе работы с программой который называется только факты придется наверняка несколько раз удалять базу данных создавать ее ну в общем без этого очень трудно иногда обойтись и тем не менее я хочу подготовить скрипты которые потом в конечной стадии помогут перенести данные в общем-то без проблем и сейчас просто хочу показать ну и перенесенные данные на текущем моменте они позволят как бы визуализировать то с чем будет вести с разработка но для начала я хотел бы сделать небольшое лирическое отступление и не просто отступление хотел бы вам рассказать один анекдот и так турнир лучников стоит мужик с яблоком на башке смысле на голове выходит первый лучник красивый высокий стройный длинные волосы лук два метра стреляет попадает яблоко и говорит аэм роббин выходит другой лучник среднего роста средние волосы и лук три метра стреляет попадает яблоко аэм джон выходит третий лучник маленький лысый лук в пять раз больше не до него достает бревно стреляет с носик мужику голову вместе с яблоком и говорит аэм sorry в общем к чему я это вы часто просите сделать невозможное то есть показать и более детально и более близко и бы имение затягивать то есть я порваться не могу поэтому я буду это делать как я это делаю а у вас просто прошу прощения за то что в некоторых моментах ну не учел какие-то моменты которые в общем-то были указаны и были комментированы были просьбы в общем а им ссори вот так ну и давайте приступим собственно говоря к тому чего мы сегодня будем делать итак я хочу подготовить скрипты которые будут во-первых трансформировать интегра в гигуит и в общем-то удалить некоторые данные из старой схемы ну например там как я говорил в поле тег есть по моему created that то есть когда создавались теги мне это не нужно я это буду удалять в общем то помимо этого я хочу приготовить вернее подготовить ну так сказать модифицировать в новую базу данных для приема новых данных в общем то мне придется проделать некоторое количество миграции и в общем вот это вот я сегодня буду делать ну и хочу опять же напомнить структуру старой базы данных то есть у нас есть три сущности факт и теги которые связаны между собой многие ко многим в общем то это не изменится эта база делалась на entity framework пятом где мы не то мы не работала как бы из коробки до без дополнительной сущности но и в общем то опять же напомню что факт состоит буквально там из трех строчек то есть сам контент его идентификатор им то вы прошу заметить и время его создания которое в общем-то ну показывает относительные временной шкалы вот этого факта потому что факты меняется это нужно понимать есть еще теги то есть метки по которым можно будет построить облако и здесь есть ненужное поле create и тег в общем то мне неважно когда теги создавались поэтому я от него буду избавляться и есть еще таблица связи в которой буквально тег айди и факт айди и в общем вся сложность заключается при переносе соблюсти вот это вот сопоставление тегов с фактами и в общем то вот этим мы сейчас и займемся но осталось дело за малым я пару-тройку слайдов покажу так на быстрой перемотке чтобы вы поняли о чем идет речь что чем мы занимаемся в этом проекте и так коллеги хотелось бы напомнить что я выкладываю все в гид в гитхаб вернее и вы сможете в любой момент загрузить нужную вам собственно говоря версию для нужного видео до этого достаточно выбрать тег и вот видео 1 видео 2 уже было снято сегодня готовится 3 видео и так мы в прошлом видео закончили вот эти три пункта и сегодня начинаем делать вот этот давайте я закрою чтобы он уменьшался и отвечая на ваш вопрос какой программы я пользуюсь эта программа для работы с и скулем дата грипп от известного производителя программ там the jetbrains также я пользуюсь форком который позволяет не собственно говоря управлять вот этим вот гид репозиториям и напоминаю что в описании есть как он звать купон как по которому можете получить скидку в случае приобретения напоминаю что для российских разработчиков это в общем то в общем минимальная цена плюс еще скидка общем смотрите и так так это мне тоже не потребуется давайте вернемся сюда и посмотрим есть у меня две базы данных одна называется remote лежит на удаленном сервере вот от нее запрос это те собственно говоря факты которые собственно нам нужно перенести и есть локальный скейль сервер который крутится в докере здесь вот у меня вот эти вот факты и в общем здесь как говорится ничего пока нету надо показать наверное разницу да то есть здесь у меня есть три колонки айди контент и крейтед а в новой базе айди контент крейтед это в общем тут много чего интересного в общем то некоторый недостаток полей существует но и здесь в общем то нужно поступить следующим образом я хочу тоже также напомнить что мне на самом деле не очень много вот этих самых где этих фактов так называемых так давайте я тут включу штуку вот мне их здесь всего вот если показать все порядка вот 4880 поэтому мне здесь будет удобно работать без каких-то больших big data данных да то есть это я конечно абстрактно сказал то есть у меня небольшие объемы данных ну в общем для примера это в принципе будет понятно я хочу показать основы и принципы ну а другое уже то есть когда большие объемы там немножко по-другому делается и передо мной такой задачи не стоит что же касается структуры данных то здесь все просто есть проект в нем есть факты и в общем то вот они его теги вот аудита был можно посмотреть где он находится находится он сборки вот этой вот самой в общем здесь есть тоже некоторое количество полей в том числе и идентификатор и как вы видите он имеет тип гуит поэтому давайте для начала так вот закрываю все давайте начало подготовим данные в нужном формате так чтобы я первым сделан сделал я наверно сделаю таким образом я сделаю запрос специально который позволит мне сформировать ту самую структуру которую мне в общем то нужно ну давайте тогда сделаю папа так сказать по из кель нам у вот таким вот образом и смотрите креетит от и апдейт от у меня есть давайте я добавлю апдейт от ну понятно что мне такого поля нету и мне нужно будет его взять я сделаю по-простому вот таким вот образом с есть им царь вот так вот то есть я буду получать дата создания такую же как и дата давайте покажу f5 вот видите у меня теперь появилась до 2 апдейт от это креетит от просто они теперь одинаковые дальше мне нужно создать свойство которое называется created by и в общем то тут на самом деле ну не секрет я буду использовать ну давайте вот так вот напишем тоже не не нет что-то мне и в общем то и на апдейт от бай в общем то никто мне там ничего не меняет поэтому я буду таким же образом делать и логин тот который изменил но как вы видите у меня данные уже кое-какие получились но есть один вопрос мне идентификатор он у меня видим гуида должен быть поэтому вся проблема заключается в том что мне нужно будет состыковать и нам и в смысле теги так сказать с фактами и кроме как использование нумератора то есть вот этого идентификатор который мне больше это он никаким образом не получится сделать давайте упс давайте я сделаю таким образом я здесь поставлю , я здесь поставлю номер какой-нибудь нет давайте я так вот скажу наоборот я хочу взять идентификатор сохранить его в старую базу то есть в новую базу под именем number давайте проверим что это работает а ну да не работает и здесь мне нужен новый идентификатор для меня это будет new id as как вы понимаете соответственно id я нажимаю в 5 и вот у меня получилось база то как раз в том формате который мне здесь нужно идти контент сейчас проверим идти контент created 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 давайте ну в общем то на самом деле расположение не особо влияет но давайте поставим по порядку хотя в некоторых операциях очередность полей имеет значение в противном случае вам придется переподставлять их и менять местами так мне нужен контент created created by давайте это несложно сделать передвинем так вот таким вот образом нет я забыл сейчас секунду вот здесь у меня updated by и есть у меня еще нет у меня намбера смотрите мне сейчас негде хранить вот этот идентификатор и поэтому я сейчас добавлю мне для этого нужно сделать миграцию базе данных давайте еще раз проверим что у меня вызов завершается успешно да и у меня есть идентификатор то есть нам борта created и updated by название что поле совпадало будет проще просто трансформировать крейт это в общем все четко осталось только в старую вернее в новую структуру добавить еще набор на основании которой можно сделать вот это сопоставление тегов с фактами последующем просто удалить не так давайте переключимся в проект visual studio здесь у нас есть не грешен и отлично и в общем то что мне нужно делать мне нужно добавить здесь новое поле который называется который называется имеет тип int и называется набор и теперь мне нужно его в настройках конфигурации ну теоретически этого сделать не нужно потому что эти фреймворк достаточно умной системой поэтому он здесь его добавить сам потому что дополнительных параметров я не делаю то есть не делаю обязательным или какие-то нотации поэтому если вот в таком вопросе в таком варианте если делать то можно в общем-то обойтись и без него но я обычно делаю чтобы самого себя проследить что вот здесь появляется референс значит это поле задействовано значит она используется значит он у настроен до настроек никаких нету но это для меня уже не принципиально ну и надо сказать что в тегах мне придется сделать то же самое поэтому я это сделаю то же самое и в тегах так сказать control c простите за мой копипаст и здесь делаю control v соответственно в тегах мне тоже нужно сделать вот такую манипуляцию в общем в дальнейшем я конечно же и удалю и в общем теперь у меня миграция готова так здесь у меня есть нам бары здесь контенту на так контент я сделал индекса мне терзат смутные сомнения мне кажется что мне система не даст это сделать во всяком случае на моей памяти такой опыт имеется и так мне нужно создать миграцию сделать это достаточно просто у меня есть вот специальная кнопка control alt 6 напоминаю что у меня есть где-то видео в котором описано как настроить можно вот эти вот вьюшки от control alt 6 меня переключает пакет менеджмент консоль и здесь я просто пишу it migration и назову его number property нет property этот ой ну конечно же вот так вот нажимаем enter сейчас посмотрим какой нажимаем enter да сейчас посмотрим что у нас генерирует но теоретически там появится всего лишь одно свойство в двух таблицах и больше то ничего отлично я вижу миграцию control alt 1 да в теге добавился набор целый дефолт 0 и здесь тоже самое в общем теперь меня база данных давайте обновим ее схему ну достаточно вот так сделать это можно теперь заново выполнить так у меня схема не обновилась или я ее не обновил да а ну да какого прошу прощения за мой французский кого хрена она там появится если только создал миграцию теперь ее нужно накатить update database enter вот теперь у меня пошло применение миграции дон но смысле доне как некоторые говорят или вообще правильно конечно дан и здесь почитаем что у нас теперь изменилось даже вот обновляться не буду просто нужно сразу выполнить да вот появилась тема и соответственно здесь она еще не появился здесь нужно нажать обновить да здесь появилась и в тегах да тоже появилась сразу все обновилась ну вот вот такой вот простой вариант так это я что-то нечаянно нажал мне это не нужно теперь что мне нужно сделать мне нужно вот эту вот схему ну для давайте пойду по простому пути выберу все записи на самом деле у меня их немного ну странно что мне всего 4080 а набор у меня ну в общем то один из минусов до использования вот этого автоинкремента потому что если допустим сервер перезагрузится или еще какие-то там внутренние манипуляции внутри сервер то секвенс то есть последовательность собьется не вот получится что у меня на 4800 записи 15 тысяч восемьсот семьдесят первый идентификатору последний ну в общем чушь собачьего в общем неважно я поэтому от этого буду избавляться так что мне теперь нужно сделать ну по большому счету скопировать все и теперь я могу используя вот этот вот самый нет давайте вам все-таки немножечко по порядку расскажу смотрите по порядку расскажу про этот продукт есть возможность принципов копирования да можно скопировать как из кель имса insert как из кель апдейт можно как давать прям покажу есть у меня строчка вот я и скопировал если сейчас нажму enter меня здесь подставляется конструкция insert into values в общем то вот такой вариант а теперь нажму отмена выберу другой например апдейт снова скопирую то есть при копировании попадают данные в нужном формате более того есть например джейсон я сейчас опять control c control в смотрите меня скопировался как джейсон то есть на самом деле удобная очень программа достаточно интересно с ней работать и есть некоторые моменты в которых она реально спасает более того есть их это мл и есть даже вот кастомный так сказать варианты копирования этот я себе уже написал control в вот она просто копирует название свойств который в общем то то есть она копирует без названия свойств сами данные это я уже сам себе сделал вот такого-то не вариант больше всего нравится и удобен в некоторых вариантах в общем то давайте попробуем таким вот образом сделать я хочу сказать мне нужно вот эту строчку скопировать я сейчас ставлю вот сюда и как вы видите у меня неизвестная таблица то есть мне нужно будет и везде поменять на факт когда я скопирую пачку а тут же определились название полей и в общем давайте сделаю так сейчас у меня в базе ничего нет а сейчас я сделаю вот таким вот образом так айди айди контент контент created 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 by created by и в общем то я сравниваю все поля да они есть и я нажимаю execute нажимаем update и у меня в базу попалась то есть когда я скопирую вот отсюда все поля единственное что мне нужно сделать вот эту штуку поменять на правильную таблицу давайте я это удалю здесь делает дэвид from facts то есть я хочу удалить f5 все данные из таблицы да они мне не нужны и так у меня сейчас опять чистая база и в общем то чем хотел остановиться смотрите вообще программа по умолчанию настроены на небольшой объем файлов с которыми придется и работать том числе и загружаемые прям в редактор и те которые сработают с интеллисенсом надо помнить что есть специальные настройки которые можно увеличить этот объем и если вы получите ошибки по поводу там time file size limit exit чем такое ну типа завершу и как это достигла при предела до разрешимого файла нужно просто изменить настройки опять же повторюсь еще раз я делаю простой вариант да такой деревенский да по простому чтобы показать что можно данные как каким образом данные можно преобразовать и перекинуть если объем ваших данных которые вы собираетесь переносить из одной базы в другую но немножко другой да побольше то там немножко другие принципы должны быть в общем есть так называемые и сервисы сквиль брокер да то есть которые могут на низком уровне да там взаимодействовать и синхронизировать данные между двумя там и с кейл серверами в том числе и с трансформацией в общем я использую простой так сказать деревенский вариант то есть old school так если можно выразиться вот поэтому я буду по простому делать итак у меня есть уже здесь давайте повыше подыму в общем-то какое-то количество строчек давайте все-таки все покажу в очередной раз вот 4800 я их всех выделяю и копирую но редактировать я их буду редактировать их буду в текстовом редакторе который называется visual studio код control n новый control в почему потому что он более быстрый работает вообще тоже самый интеллисенс имеет и в общем то с ним удобно работать в общем вы видите те же самое количество строк очень быстро скопировал не буду проводить эксперименты делать для наглядности показывать что тот дейта грипп немножечко тормозит в общем здесь нажимаю control h пишу my table заменить на факт с факт на говорю что изменить и в общем то теперь мне остается сделать что правильно еще раз все скопировать и вот такой вот простой вариант так здесь и давайте удалю чтобы она не мешалась нажму control в отлично данные скопировались давайте эту штуку пока уберу и смотрим есть у меня подозрение что это будет выполняться долго и так я выделил все в общем теперь нажимаю выполнить это все и ждем так что-то пошла работа какая-то обратите внимание на бегунок вот в этом месте так а мы получаем ошибку до собственно говоря то чем я предупреждал сам себя видимо а в самом начале у меня свойство контент но индексировано то есть вот на ней висит индекс и размер этого индекса ну превышен при копировании то есть 1700 байт в общем ну надо поправить это это пока тогда сворачиваем и возвращаемся к нашим так сказать бараном в общем-то эта миграция была прикольной но нужно добавить еще одну а точнее нужно переконфигурировать вот это свойство есть разные варианты решения проблемы и самый простой вариант удалить этот индекс ну и более сложный вариант сделать увеличить размеры индекса закинуть данные без индекса натянуть потом индексы но это не самый правильный вариант на мой взгляд опять же я думаю что не такого большого объема моего вот этот вот самый поле контент она всего лишь 3000 символов и думаю что будет но если будет тормозить то они обязательно индекс этот натяну и в общем-то теперь что мне не нужно сделать это снова добавить миграцию я сейчас выберу уже существующую ногу римуф татар к нтт кто там факт нет факт property контент индекс примуфт нажмем enter ну я так предпочитаю назвать потому что из названия миграции должно быть понятно что вы собственно гравбазе сделай то есть entity такой-то property такой-то добавлен удален изменен индекс римуфт вот такого то мне подход апдейт это бейс в этот раз выполним ее сразу миграция натянулась нажмем обратный layout и в общем теперь мне в базе данных индекса нет возвращаемся в эту таблицу так давайте проверим если у меня здесь какие-то данные я сейчас это сделаю таким способом но теоретически нужно было сделать конечно же транзакцию ящи я поступил в общем опрометчиво теперь приходится чистить базу from ну ё-моё что я тут написал так давайте нажму назад назад вот select звездочка from facts 5 до базу попали данные но как выяснилось видимо не все да только совсем чуть-чуть ну и поэтому я сделал очистку базы данных напишу здесь делит 5 я не могу использовать транкейт тейбл потому что там есть праймарике и в общем то давайте вернем обратно напишем 5 базе данных ничего нет теперь я это могу закомментировать и выделить все и снова запустить перенос данных и ну отлично на самом деле надо сказать достаточно быстро по времени это заняло не знаю наверное секунд 30 наверное да ну ладно неважно давайте проверим что у меня теперь базе все есть 5 ну я вижу их теперь покажи все да все записи перенесены в нужном не формате и это может сказать только первая часть переноса то есть первая таблица из трех и давайте поехали дальше ну надо сказать что для другой сущности будет примерно все то же самое давайте я наверное ну так вот закомментируем да хотя смысла то особого нету комментировать давайте я здесь напишу теперь видимо текс ой текс айди как нам барнию айди контент у нас меня цена нейм и по-моему там у нас в новой базе так давайте это все почищу напишу селект звездочка значит получить все поля from текс с 5 да здесь мне один им и набор ну в общем тогда получается что вот это мне не нужны поля и вот этого будет достаточно я нажму их 5 отлично мне в общем то все я есть она теперь узнать сколько всего даже меньше чем фактов на самом деле и в общем я проделаю ту же самую операцию скопирую все как из скрипт действие ставки опять же открою здесь это можно удалить control в отлично получилось и теперь my table control аж поменяемой требуем не на текс 1323 до хочу и в общем то я теперь могу все скопировать кстати я могу выполнить этот скрипт и отсюда потому что у меня установлен в общем такой плагин который может подключаться в базе но я не буду сейчас пока этим заниматься я сделаю это вот здесь это я снова удалю напишу control в вернее нажму также мне какое-то количество сейчас подготовиться к вставке до практически вставить я нажимаю control а выделить все и нажимаю вставку ну или врет или все вставилось я могу здесь теперь написать select давайте control z control z вот и кстати знаете факт если долго нажимать control z то можно доинсталлировать винду шучу 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 и так у меня все факты ось мысли теги все вставили все 1323 теперь собственно говоря наступает самый интересный момент и так в таблице фактов у нас есть все факты в таблице тегов есть все теги но в таблице который называется тег фэкс или фэк тег нету ничего и для того чтобы понять как это все сделать нас для начала определиться какие теги и с какими фактами связано на примере первого например у нас давайте я скажу так select звездочка from fact не 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 from db о о факт где ой 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 что это нажал один момент где ну допустим ой я стер все-таки нечаянно факт нет db о факт в нам бар ну вернее тогда это мне здесь айди равен один сейчас мы покажет да столица исландии рейк я теперь мне нужно связать вот эту таблицу с тегами для этого я напишу inner join но мне на самом деле подсвечивает все вот это вот программа которая называется господи как называется да это грипп но давайте я воспользуюсь не буду вручную писать и тратить ваше время и здесь у меня должно быть db о и это я свяжу факты стак фэгами в смысле так фактами то есть блин с таблицы связи и еще один где я уже свяжу непосредственно так как нет сейчас скажу теги джоин теги вот на тег айди так что то не то я выбрал да мне теперь нужно еще сейчас один момент мне нужно связать связать inner join ну давайте напишу джоин так дб о точка тегз это будет т он так тут у меня давайте тогда ой эф вернее есть напишем фэкс он так айди равен айди да вот так и теперь я нажму в 5 поиск тут я неправильно написал тф т айди тф файди да все правильно понятно она не она теперь не знает с какой таблицы связать мне нужно это с фактами связать то есть из таблицы фактов вот она говорит что мне для факта номер один существуют две записи в тегах давайте выведем давайте выведем конкретно факт точка ну пусть будет контент и тег точка ну пусть будет ней а ну мне тогда еще нужно чтобы был факт айди и тег айди ну чтобы я видел какие подставлять запросы итак теперь я вижу что у меня в таблице фактов есть факт с идентификатором 1 который связан с тегами которые имеют номер 36 и 37 соответственно в моей таблице мне нужно сделать примерно следующее insert into дальше название таблицы факт так теперь мы выбираем какие параметры мне нужно факт айди и тег айди и вэлью ну в общем то мне тут все подсвечивается конечно хорошо но у меня по идее должен быть здесь один это название идентификатор факта и соответственно 36 и вторая такая же строчка 37 то есть должно быть две записи но как вы понимаете это конструкция в моей базе данных работать уже не будет потому что факт айди и тег айди это гуид значит мне нужно взять и ст таблицы фактов идентификатор то есть грубо говоря должен давайте вот так вот я напишу select id from facts v number равен 1 вот это как раз тот самый идентификатор который мне сюда нужно ставить теоретически я что-то подобное должен написать и для фактов и для тегов один момент tags и где id равен 36 соответственно f5 то есть вот он идентификатор и такой же 37 уже другой идентификатор но как это сделать так чтобы у меня в таблицу вставились правильные значения на самом деле здесь очень гибко можно поступить я поступлю следующим образом это мне не нужно мне нужно сделать две записи одно я тоже закомментирую она мне тоже не нужно пусть останется для примера мне нужно вставить я могу вставить не просто конкретные значения а выбрав их из нужной таблиц например я могу написать select то есть айди и написать from допустим факт давайте не так скажу давайте я сейчас вот это тоже закомментирую покажу я могу выбрать я могу выбрать сразу с двух таблиц значения которые мне нужно select ох у меня тут какие уже подсветки синтаксиса давайте я все сам напишу я могу я знаю мне нужен идентификатор но не просто идентификатор а из таблицы давайте facts я ее назову сокращенно f и тогда я сюда могу подставить альяс который называется f и могу сказать что я хочу получить tag id и этот идентификатор она должна взять из таблицы tags точка ой пробел t таким образом я выберу только идентификатор из двух таблиц и дальше могу поставить значение where ну пусть будет с маленькой буквы раз уже все с маленькой мне нужен fact id ну давайте с большой буквы fact number равен 1 и пусть тоже с маленькой и tag number ой tag точка number равен 36 давайте вот так вот выполнить сейчас увидим посмотрите у меня появилась факт id и tag id но так как мне этого мало мне их нужно две таких записи сделать поэтому давайте вот так вот контр ой мне тогда здесь нужно еще 36 то есть вот мне должны вот эти записи упасть в эту самую таблицу таким образом я могу в таблицу связи сделать две записи по каждому из тегов но мне их нужно как-то сформировать то есть теоретически я должен сделать вот таким образом давайте я вот это тоже закомментирую и написать insert into а здесь уже вставить как раз то условие в общем то это вот та строка которая свяжет мои вот эти таблицы по одному тегу давайте это выполним и проверим не в пять так я тут что-то а не добавил давайте а сотру я же помню как называется еще раз и в пять вот у меня факт так две записи появилась теперь стыкаю 36 и 37 нажимаю 5 и обновляю вот эту таблицу у меня появилось две связи ну и если теперь вот этот вот запрос выполнить уже в этой базе данных ну помимо того что здесь должно быть факт так и здесь у нас факт айди и здесь почти то же самое нет сейчас один момент факт айди и видимо тэкс айди вот теперь если выполнить здесь так я что-то неправильно конечно мне айди не равен ну давайте я узнаю вот это у меня факт айди и я сюда напишу именно уже факт айди вот я получил те же самые данные уже в новой таблице для 100 для факта с идентификатором который раньше был один теперь такой есть две записи в таблице тегов которые столицы эти то есть как бы та связь которая хотела на построен ну и как же собственно теперь поступить в следующем варианте мне же таких нужно таблиц то навтыкать кучу но это уже отдельная история давайте покажу как я это сделаю в своей программе давайте для начала вернемся в предыдущую таблицу и в общем то здесь мне нужно сделать следующее ну во первых я должен сделать запрос который мне позволит построить правильную строку from dbo соответственно тег фэкс нет если выполнить его мы видим как раз те самые идентификаторы факта и тега и я наверное сделаю их вот так вот факт айди запятая тег айди звездочку уберем то есть поменяю их местами дальше есть такая штука то есть другими словами я могу сделать такой запрос который мне сформирует вот эту вот строчку давайте скопирую поставлю сюда как как пример того что мне нужно сформировать для того чтобы сформировать мне нужно сделать ну некоторые трансформации да с выдачи результата есть такая штука называется format message и вот эти параметры я пока удалю и здесь я могу написать так вот могу написать привет давайте по-русски напишу или привет если я нажму f5 но у меня все все поля то есть меня вывод ведется именно в формате той строки которую я написал то есть привет или привет ну хотите по-английски давайте по-английски ай вы не просили ну ладно значит мне показалось и я могу сделать это вот таким способом я вставлю сюда строку я хочу чтобы у меня выдавалась информация ну во первых мне нужно знать как мне называется струй тэг фэг и ой фэг тэг и в общем она уже здесь есть факт айди тэг айди фэд это и мне нужно вот здесь поставить как раз вот этот вот факт айди и это сделать очень просто я разобью строку на две части с напишу плюс еще раз плюс и теперь напишу конверт во первых да если я напишу факт айди то есть это в принципе будет работать но может быть чревато каким-то последствиям я честно говоря не помню но давайте я сделаю вот таким вот образом плюс тэг айди мы сейчас просто проверим и теперь когда я нажму f5 вот у меня видите ошибка как раз та самая получилась потому что я прошу в строку запихнуть вот эти вот данные так давайте я да вот так вот from ну строка длинная получается давайте я вот так вот разобью вот сюда поставлю и чтобы было понятно и так получается что у меня int значение строчку вставить нельзя обсудить и мне выдается сообщение что невозможно вставить интеллое значение поэтому нужно факт трансформировать ну в число в смысле в дату в мысли когда в текст но для этого можно воспользоваться с функцией convert и она как раз знает что ну ей достаточно сказать что я хочу трансформировать этот факт n вар чар например нет неправильно так наверное без кавычек потому что целиком да наверно целиком указывается вот не помню уже совсем старый стал вот ну и соответственно ткаде мне нужно сделать то же самое давайте вот так то в кого в скобках напишу здесь напишу n вар чар а здесь напишу кон верт и достаточно мне теперь выполнить этот запрос и у меня появились те самые строчки которые я должен вызвать чтобы они мне заполнили данные как раз темы самыми связями то есть 36 37 36 еще видимо где-то подключать а вот тег номер два ну в общем как вы понимаете у меня здесь их должно быть много много потому что фактов грубо говоря 4000 тегов примерно столько же даже нет тегов чуть меньше в четыре раза но и тем не менее мне 13 611 строчек кода нужно вставить для того чтобы не заниматься удалением при случае ошибки я сделаю вот этот вот код ну во первых я его хочу скопировать просто как строчка выделю так вот все нажму control c переключусь вот сюда и вставлю как строчка вот собственно грям для чего удобно использовать это но и теперь для того чтобы это все выполнялось в одной транзакции транзакции это как бы объединение нескольких команд в одно целое и при результате какой-нибудь ошибки транзакции откатятся то есть все изменения в базе данных будут удалены я уверен что вы про это знаете это я не вам это я себе говорю и в общем то мне нужно здесь написать бегин тран ну или trans action вот таким вот способом в категор тически в конце каждого мне нужно поставить точку запятой и вот это я что-то не учел давайте тогда сейчас вот это вот все откачу вернусь назад и здесь поставлю точку запятой вот так вот плюс конверт плюс . запятой до 5 отлично и теперь снова всех все записи control c свернуть здесь напишем бегин ухты транзакшен здесь напишем комит ну это значит контакция выполнена и его сюда я вставлю как раз те самые строчки control а control c ну и в общем то теперь осталось что ну да теперь осталось вот вот это вот закомментировать и давайте я сделаю вот таким вот образом ну давайте наверно все закомментирую пока что вот таким вот способом вот и в начале вот сюда вставлю как раз те все самые напомню что это не самый идеальный вариант я просто пытаюсь показать как можно манипулировать массивами данных но и для более серьезных манипуляций нужно как бы делать уже другие варианты собственно говоря связанные с использованием специальных сервисов специальных служб специальных механизмов ну и теперь мне остается в принципе у меня все закомментировано мне можно просто выделить все и нажать execute не знаю слышите или не слышите но мой компьютер сейчас практически взвыл от того какое количество данных ему приходится пережевывать опять же это все подтверждает мои слова что для того что я делаю используется немножко другие механизмы но тем не менее я поступлю таким образом чтобы показать как манипулировать массивами данных ну и мы получили ошибку ну конечно же я совершил глупость и сейчас попытаюсь ее объяснить ну во первых стоп я начал втыкать все записи оставив здесь записи которые у меня уже в базе были давайте я их для начала удалю и снова запущу все как мне их удалить так ну во первых наверное я сделаю вот таким вот образом отсюда вырежу отлично теперь вот из этой таблицы я вызову все данные теперь я их выделю и удалю мне система сказала что у тебя уже есть такие ключи ну да прошу прощения как говорится и про старуху бывает порнуха в общем снова втыкаю все заново control v ну и теперь опять же выделю все и запущу повторно процесс ну на этот раз я побуду сокращать немножечко время на видео нажму паузу ну и надо сказать мой процесс завершился я вот ту получил ошибку и вот прошло несколько минут меня все как как вы видите вставилась давайте проверим какое количество у меня записи стала базе данных это можно закрыть здесь теперь можно сделать вот так вот и до вверх а все ох ёлки-палки так прошу прощения сейчас я это все быстренько почищу чтобы освободить редактор вот таким вот образом и теперь я могу здесь написать в общем посверить что у меня данные верны на самом деле это очень просто сделать ну и можно написать селе аккаунт или просто нажать здесь до 13 611 записи у меня получилось и в общем если я теперь вы выведут эту самую связку что и в прошлой базе в общем то можно сказать что база трансформирована теперь остается всего лишь удалить ненужные поля свойства то есть которые фактах и тегах есть ну и для этого нужно создать соответственно миграцию которая удалит давайте как раз это собственно грей сделаем и теперь я назову ее в общем-то у меня где-то было уже миграция давайте это набор это набор property а номер property этот ри муфт и добавляю новую миграцию сейчас мне она покажет что ничего не изменилось поэтому сейчас удалю эту миграцию потому что я ничего не удалил но да и про старуха бывает порнуха повторюсь сейчас она эту миграцию удалит отлично удалилась и теперь я перейду вот к этому свойству давайте быстренько переключусь в обратную разве раскладку и здесь удалю и здесь удалю это ненужные свойства они мне больше не потребуется и теперь мне нужно убрать ошибки которые здесь мне показала система visual studio который называется и переключусь обратно и снова создам новую миграцию опс стоп 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 я что-то не то нажал да конечно же не то так и конечно она не может быть удалена так 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 где мы вот remove все создаем миграцию которая теперь удалит это свойство number вот из таблицы фактов и тегов вернее наоборот и теперь мне остается только сделать применить миграцию то есть нажать update датабейс и сейчас у меня будет чистенькая база с новыми фактами переключимся и посмотрим обновить свойство number исчезла свойство number исчезла ну и как вы понимаете теперь у меня база данных готова теперь не только база данных готова собственно говоря но и непосредственно сама система готова к написанию новых сценариев не так давайте тогда вот так вот я поступлю сегодня переносили данные как выяснилось их сделать это можно несколькими способами все зависит от того какая у вас непосредственно инфраструктура данных вы такие моменты когда вы просто не можете это перенести и особенно когда вы переносите с уже работающей базы данных которые постоянно пополняется это сделать на самом деле очень сложно и обычно рекомендуется делать это таким образом чтобы синхронизация была как это сказать так господи по-русски чтобы синхронизация была в реал тайме вот то есть реальном времени то есть все данные которые появляются в одной системе автоматически попадали в другую и по мере там перевода в общем это я уже пошел в дебри это неважно ну значит настройку возможности переноса я сделал я наверное не буду ее менять не буду больше переделывать что мне для этого нужно мне теперь нужно просто на сайт факты не вносить новых фактов чтобы они уже могли чтобы не потребовалось повторного переноса но и в следующий раз мы уже будем создавать в моду и будем установить маппер будем создавать как это называется маппинги по-русски не знаю как это будет по-русски то есть сопоставление в модели с вью модулами и может быть даже уже начнем делать какие-то какие-то телодвижения в isp.net.mvc ну а на этом я наверное с вами прощаюсь мне в принципе больше показать нечего я жду ваших комментариев и откликов ну и читайте то что написано в описании иногда там есть полезные штуки такие как купоны и допустим и все и читайте все всем пока до новых встреч и спасибо что смотрите и пишите правильный код до новых встреч